МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей в Туле. О самых главных событиях города и региона прямо сейчас в студии Светланы Денброва. Смотрите сегодня в выпуске. По распоряжению Дюмина в поселке Славном завершают ремонт крыш, на протечке которых жители жаловались губернатору. Ребенок из Тула заразился опасным вирусом на побережье Турции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тульской области чествуют работников строительной отрасли. Их профессиональный праздник приходится в этом году на 13 августа, выходной день. Торжественное собрание состоялось сегодня в зале заседаний правительства региона. От имени губернатора, руководителей и работников строительных организаций поздравил председатель правительства Юрий Андрианов. Было отмечено, что в прошлом году в регионе введено в эксплуатацию более 620 тысяч квадратных метров жилья. Построено 20 спортивных площадок для образовательных организаций. В этом году продолжается возведение важных необходимых объектов, в том числе в сфере здравоохранения и культуры. В поселке Славном завершается ремонт крыш восьми многоквартирных домов. Работы начались после того, как 14 июня во время визитов в поселок губернатора Алексея Дюмина к нему обратилась с этой проблемой одна из местных жительниц. Глава региона поручил отремонтировать протекающие крыши до 15 августа этого года. На одном из домов кровля была заменена полностью. В остальных семи требовалась частичная замена покрытия. Необходимые средства на ремонт пяти крыш выделил фонд «Перспектива». Остальные ремонтируют за счет управляющей компании. Приемка работ будет производиться совместно с жителями. Ребенок из Тульской области заразился вирусом Коксаки на одном из пляжей Турции. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, подобные вирусы опасны тем, что могут вызвать такие серьезные заболевания, как интервирусный менингит, который протекает очень тяжело и дает осложнения на другие органы. Однако врач отеля, где остановилась семья из Тула, изначально поставил неправильный диагноз – фаренгит. Как выяснилось позже, это было сделано преднамеренно. Чтобы не распугать туристов. Кстати, вирус Коксаки передается воздушно-капельным путем, то есть преград для него фактически не существует и заразиться можно теоретически в любом отеле Турции, вне зависимости от количества звезд. В Туле проверяют готовность центров образования к новому учебному году. Инспекцию проводят сотрудники управления образованием, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и администрации города. Основная цель – выяснить, насколько в школах созданы комфортные условия пребывания учащихся, а также их максимальная безопасность. С подробностями София Кириллова. Готовность школ и детских садов к новому сезону проверяют ежегодно. И каждый раз требования предъявляются все строже. Выполнить их сразу удается не всем. Сейчас проверки завершены в 42 учреждениях Тулы. Это около 90% от общего числа школ. Среди них есть и такие, которые уже много лет подряд проходят приемку безо всяких проблем. Например, Центр образования номер 3. В его составе два детских сада и старейшее образовательное учреждение Тулы – Третья гимназия. Ее история начинается с созданных в 1909 году народных училищ. Сейчас это одна из самых современных и благоустроенных школ города. Школы очень замечательны, подготовлены необыкновенно. Это благодаря труду всех учителей, педагогов и работников образования. Проверку проводят специалисты ведомств, которые отвечают за комфортное и безопасное пребывание детей в образовательном учреждении. Представители МЧС проверяют соблюдение норм пожарной безопасности, чтобы работали все датчики и система оповещения. Пути эвакуации были открытыми и доступными. И, разумеется, школа была оборудована достаточным количеством исправных огнетушителей. Помимо гимназии, эксперты проверили и детские сады Центра образования. В первом недавно сделали ремонт, и сейчас он полностью отвечает самым современным требованиям. Спортивные и актовые залы, оборудованные всем необходимым. Уютные спальни с кроватями-трансформерами и игровые комнаты с развлечениями на любой вкус. Детский сад шикарный, все красиво, чистенько. Видите, как много игрушек. Красота, порядок. Дети очень довольны, с детьми занимаются. Очень красивый актовый зал, где они проводят все мероприятия. К этому садику претензий комиссии нет. По итогам общей проверки комиссия единодушно признала Центра образования номер 3 полностью готовым к новому учебному году и подписала акты приемки. Проверки школ продлятся до 11 августа. Все нарушения, выявленные в Центрах образования, необходимо будет устранить как минимум за неделю до начала нового учебного года. София Кириллова, Андрей Ремезов. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsm24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова